Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса, все об основных событиях в Владивостоке в начале выпуска, коротко о главном. Пожар на складе с горюче-смазочными материалами. ЧП в Владивостоке. Сколько квадратных метров сгорело за выходные, расскажу я, Алина Черненко. Вернуть деньги и объясниться. Инцидент со Сбербанком, как лакмусовая бумага экономической безопасности приморцев. Мошенничество со Сбербанком, сколько пострадавших уже получили компенсацию и как банк планирует защитить своих клиентов в будущем, расскажу я, Наталья Ладудька. Увеселительное заведение печалит соседей. Жильцы многоэтажки объявили войну ресторану. Они вот всяких этих делов понастроили здесь, когда людям невозможно ни спать, ни дышать и что делать не знаем. Ну а кроме того, расскажу о тех, кто берет взятки и тех, кто с этим борется. А еще в выпуске музыка городских улиц. Гимн Владивостока выбирают сами владивостокцы. Об этом немного позже. А сейчас о главном. Крупный пожар у Владивостока выгорел склад автозапчастей. Пожарные приехали на место уже через пять минут после того, как о пламени стало известно. Люди в этом ЧП не пострадали. Еще до приезда специалистов сотрудники эвакуировались. Главное, чего боялись пожарные – взрыв. На складских полках хранился огромный ассортимент горюче-смазочных материалов. Алина Черненко с места происшествия. Эти шины, бамперы и диски уже не ликвид. Склад автозапчастей на Снеговой сгорел практически полностью. Огонь вспыхнул днем. Очевидцы не растерялись и сразу вызвали пожарных. 15 марта в 15.25 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на складе автозапчастей в Владивостоке. Спустя восемь минут на место прибыли первое пожарное подразделение. В 15.59 огонь был локализован. Горело 60 квадратных метров. Тушили пожар и разбирали завалы 24 человека личного состава. К очагу подогнали семь единиц спецтехники. Перекинуться на соседние склады огонь не успел. Никто из работников склада не пострадал. Потери только финансовые. Теперь ворота этой авторазборки закрылись на неопределенное количество времени. Хозяин авторазборки, случившийся, на камеру никак не комментирует. Сейчас подсчитывает свой ущерб. А он не маленький. Почему загорелся склад, выводов тоже пока не делает. Ждет заключение экспертов. Причину пожара владелец узнает только в течение 10 дней. Именно столько времени требуется экспертам, чтобы установить, было ли это замыкание или поджог. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. От мошенников Сбербанка пострадали уже больше 300 владивостокцев. Сегодня представители финансового учреждения рассказали о беспрецедентном воровстве. Напомню, со счетов частных клиентов исчезли деньги. В связи с этим мы решили спросить у вас, у приморцев, а доверяете ли вы свои накопления банкам. Те, кто считает банки надежными, доверяет современным системам защиты, для кого пластиковая карта – это такая же единица расчета, как купюры и монеты, звонят по телефону 249-88-06. Те, кто предпочитает хранить деньги в банке, но трехлитровой или дома под подушкой, для кого поход в финансовое учреждение пытки подобен, звонят по номеру телефона 249-88-07. В конце выпуска подытожим и узнаем, как на этот вопрос ответит Владивосток. Голосование будет продолжаться еще минут 20. Звонок на горячие телефоны бесплатный. Надо отметить, что Сбербанк готов восстановить справедливость и возвращает вкладчикам деньги. Уже 269 человек их получили. Но, с другой стороны, что это как непризнание собственной несостоятельности? Фактически, систему безопасности Сбербанка с легкостью взломали какие-то преступники. Да и люди, напуганные этим ЧП, начали массово снимать наличку со счетов. Наталья Ладудько о том, что деньги любят, тишину. Компенсацию получили уже 269 человек в прошлую среду. Именно они стояли в очередях с единственным вопросом – кто снял их деньги? Всего в Приморском крае обокрали около 400 человек. И тем, кто пропажу заметил только сейчас, еще не поздно обратиться в банк. Могут быть спокойные клиенты, что если действительно мошенничество, произошедшее по вине банка, деньги в 100% случаев будут возвращены, возвращены будут очень быстро. Вот, как в данном случае. Остальных беда миновала. 2000 карт банк успел от мошенников спасти, вовремя заблокировал. Всех пострадавших объединяет один банкомат. Преступники установили на него специальное устройство, которое считывает информацию с магнитной полосы. И камеру, чтобы фиксировать пин-код. А деньги снимали уже их соучастники в других странах. Такое вид мошенничества называется скимминг. Здесь, к сожалению, была комбинация факторов. Там банкомат достаточно людном месте был установлен. Народа очень много. И видеонаблюдение, самоточка достаточно сложная. Поэтому так и случилось. Безусловно, система проверки есть, и не только служба безопасности. И многие подразделения у нас этим занимаются. И снимаем мы такие устройства тоже достаточно часто. Обнаружить такие устройства сможет и просто внимательный клиент. Достаточно бегло осмотреть банкомат перед использованием. Посмотреть, чтобы на карто-приемнике не было никаких дополнительных накладок. Чтобы пин-клавиатура не торчала над поверхностью банкомата. Никаких видеокамер, дополнительных лишних не было установлено. В случае обнаружения каких-либо устройств, которые вам кажутся подозрительные, клиенту рекомендуется позвонить в службу помощи банка. Есть другие простые правила. Водить пин-код несколькими пальцами, прикрывая его свободной рукой. Подключить мобильный банк и заходить в Сбербанк Онлайн с телефона на базе Андроид только при наличии антивируса. Ведь это еще одна лазейка для мошенников. Через специальные программы вирусы злоумышленники обокрали не одну сотню человек. Чтобы защитить клиентов от такого рода мошенничества, приложение Сбербанк Онлайн для Андроида усовершенствовали. С завтрашнего дня оно обновится и будет работать в паре с бесплатным антивирусом. Любая система безопасности не идеальна. Грабители каждый год придумывают новые способы ее взломать. А самой надежной защитой для клиента остается его собственная осмотрительность. Наталья Ладудька, Андрей Макаров, Новости на Восьмом. Минстрой вдвое увеличивает штрафы за неоплату коммунальных услуг. Иными словами, пресловутая пения теперь значительно вырастет. Случится это уже в нынешнем году. Так, соответствующие поправки к жилищному кодексу уже готовы ко второму чтению. Как раньше, проценты будут начисляться с 91-го дня просрочки оплаты. Неплательщик будет выплачивать своим управляющим компаниям почти 18% годовых от долга. Российские чиновники считают, что повышение размера пени может стать хорошим стимулом для населения не копить долги и вовремя платить по своим счетам. Однако в нынешних тяжелых экономических условиях, когда доходы людей снизились, повышение пени по ЖКХ вряд ли можно назвать своевременным нововведением. А жители дома на Партизанском проспекте уже полгода конфликтуют с рестораном, который разместился на первом этаже. Заведение работает до глубокой ночи. Обитатели дома жалуются на шум и гарь, утверждают, что навес, под которым жарится мясо, рестораторы поставили незаконно. Жалобой на самоуправство жильцы уже не раз обращались и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру. Все заканчивалось административным разбирательством, но каждый раз заплатив штрафы, ресторан продолжал работать. Евгений Апарин расскажет подробности. Жилой дом по адресу Партизанский проспект 2А – типичный образчик сталинской архитектуры. Множество квартир занимают офисы, а первый этаж отведен под корейский ресторан. Заведение работает до глубокой ночи. Конфликт руководства ресторана с жильцами длится уже полгода. Обитатели дома жалуются на шум и гарь и утверждают, что навес, под которым жарится мясо, рестораторы поставили незаконно. У нас в комнате невыносимо находиться. Валит постоянно голова, поднимается давление от того, что у нас под моей комнатой находится кухня, куда заносятся угли с улицы, и там жарится мясо на этих углях. И вся эта гарь идет к нам в квартиру. Они вот всяких этих делов понастроили здесь, когда людям невозможно ни спать, ни дышать, и что делать не знаем. Жалобы на самоуправство рестораторов жильцы уже не раз обращались и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру. Все заканчивалось административным разбирательством. Но каждый раз заплатив штраф, ресторан продолжал работать. Очередная попытка жильцов поговорить с руководителем заведения успехом не увенчалась. Сейчас никто не может участвовать. Пока жители гадают, сколько еще штрафов нужно выписать, чтобы ресторан снес надстройку и прекратил отравлять воздух, работа на кухне только набирает обороты. Сейчас жильцы готовят новую официальную жалобу. Свои права люди готовы отстаивать уже в суде. Евгений Апарин, Василий Косилов. Новости на восьмом. Сейчас ненадолго прервемся, но впереди еще много интересного. Коррупции, бой. Главные по декриминализации региона подводят итоги. Взяточников поймали в два раза больше. В Приморье стали чаще брать взятки. А вот на сколько, расскажу я, Евгения Клепикова. Горожане слагают гимн. Главную песню Владивостока выбирает весь город. В городе подвели итоги конкурса на гимн Владивостока. Подробности расскажу я, Инна Щедрова. Где хранят деньги горожане? Доверяют ли они банкам? Проголосовать может каждый. Номера бесплатных телефонов вы сейчас видите на своих экранах. Коррупции, бой. Пока главные по декриминализации региона подводят итоги и ловят взяточников. Горожане слагают гимн. Главную песню Владивостока выбирает весь город. С вами сегодня я, Евгений Потергера, и мы продолжаем. Сегодня 60% россиян уверены, что благополучие зависит от самого человека. Левада-центр провел новый опрос. 35% полагают, что ключевую роль в благополучии человека играет справедливость общественного устройства. А 5% затруднились ответом. Чтобы оценить эти цифры, нужно вернуться в 91-й год. Тогда 51% опрошенных, вероятно, еще по советской привычке, думали, что их благополучие зависит от справедливого устройства общества. Ответ от самого человека выбрали лишь 37%, а 12% не смогли ответить, что говорит о смятении, присущем началу 90-х годов. С тех пор ситуация радикально изменилась. Сегодня отвечать за свою жизнь готовы почти две трети россиян. Теме благосостояния и накоплений мы решили посвятить наш сегодняшний вопрос. Звучит он так. А доверяете ли вы свои накопления банкам? Те, кто считает банки надежным, доверяют современным системам защиты, для кого пластиковая карта – это такая же единица расчета, как купюры и монеты, звонят по телефону 249-88-06. Те, кто предпочитает хранить деньги в банке, но трехлитровые или дома под подушкой, для кого поход в финансовое учреждение пытки подобен, звонят по номеру 249-88-07. Звонок на горячие телефоны совершенно бесплатный. Совсем скоро будем подводить итоги, а пока вот что услышали по этому поводу на улице наши корреспонденты. А вы слышали последние новости, когда у людей с карты пропадают деньги? Вот вы напуганы поэтому? Я не напугана, я не первый раз с этим сталкиваюсь. Я знаю, что с точки зрения законодательства доказать кражу денег конкретно с карточки невозможно. У нас деньги-то в банке, но нет, не доверяют. Почему? Да там сидят непонятно кто. Банк Приморья, им только на рынке торговать, как ноли ходят. Там ужасное обслуживание. Если бы можно было держать, мы же за границей не работали. Я бы наличку дома хранила. А так, извините. Это не банки у нас, это ужас. Я нет, и деньги я не храню в банке. А почему? Потому что их нет, нечего хранить. А почему? Не знаю, не доверяю все. Не доверяю просто. Да нет, не знаю. А почему? Не знаю. Не совсем. Нет. А почему? Не доверяю? Да, в принципе, да, да. А почему? Ну, считаю, что банк есть банк. То есть там можно хранить свои сбережения? Да. Храним пока. Ну, не знаю, пока не было таких эксцессов. Главные по коррупции и экономической безопасности сегодня отмечают профессиональный праздник службе экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России 78 лет. В 2014 году выявлено 915 преступлений экономической направленности, большая часть которых отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Больше выявлено преступлений в лесопромышленном комплексе. Кроме того, за прошлый год сотрудники этого ведомства поймали в два раза больше взяточников, чем обычно. В рейтинге традиционно лидируют не только чиновники, но и врачи, и преподаватели, и работники сферы ЖКХ. Вообще в работе УБЭП три четверти преступлений связаны с коррупционной составляющей. Спектр правонарушений здесь богатый. Незаконные предпринимательства и банковская деятельность. Создание финансовых пирамид. Даже в свой профессиональный праздник полицейские не отдыхают, работают. Сегодня они подвели итоги прошлого года. Всеобщая декриминализация по-приморски. В сюжете Евгении Клепиковой. Денежные средства, которые были получены человеку. Несколько тысяч рублей такую взятку за положительные оценки брал профессор одного из учебных заведений Владивостока. Полицейские экономической безопасности это дело вели несколько недель. В итоге преподавателя взяли на живца при получении взятки. Борьба с коррупцией, защита бюджетных средств от преступных посягательств, снижение доли теневой экономики и декриминализация ее стратегически важных отраслей. Это основная работа УБЭП. А статистика коррупции в крае неумолимо растет. В направлении выявления и раскрытия коррупционных преступлений, совершенных крупным и особо крупным размером, а также преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами, органов госвласти и органов местного самоуправления, полицейскими выявлено 273 преступления коррупционной направленности, в прошлом году 240. К уголовной ответственности приличено 378 лиц. В 1,4 раза больше выявлено лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления экономической направленности. В 3,7 раза вырос процент возмещения ущерба, нанесенного преступными посягательствами. В два раза увеличено выявление фактов взяточничества. Подкуп и взятки не единственное направление борьбы УБЭПа. К экономическим преступлениям относятся и браконьерство. 309 рейдов провели полицейские в 2014-м в рамках Путина. 79 фактов браконьерства выявили. Штрафы выписали на 180 тысяч рублей. Игорная деятельность также незаконна. По ее пресечению провели 234 рейда. 160 административных протоколов составили, 7 казино закрыли. В 2014 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции УНД России по Приморскому краю выявлено 915 преступлений экономической направленности, в том числе 36 налоговой направленности, 536 тяжких и особо тяжких составов, 8 фактов легализации доходов, добытых преступным путем. Направлены суд уголовные дела по 617 преступлениям, из них тяжких и особо тяжких 389 составов. Ущерб по оконченным уголовным делам составил 1 миллиард 76 миллионов рублей. Его возмущение превысило 1 миллиард 135 миллионов рублей. Черные лесорубы – одна из главных проблем нашего края. Полицейские проверили 140 объектов лесопромышленного комплекса. 52 места незаконных заготовок выявили. По результатам проверок возбудили 55 уголовных дел. Из них 16 по фактам незаконных рубок, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Изъяли более 3000 кубометров незаконно заготовленной древесины. К слову, в 2014 году в лесопромышленном комплексе раскрыто 73 преступления, что на 62% больше, чем позапрошлом году. В суд направили 18 уголовных дел в отношении организованных групп. 78 человек к уголовной ответственности привлекли. Положительные итоги подвели сотрудники УБЭП в свой профессиональный праздник. Евгения Клепикова, Александр Бартовщук. Новости на восьмом. Тем временем еще 10 владивостокских семей получат землю для строительства дома. Администрация города пригласила на жеребьевку многодетные семьи. Все участки уже сформированы. Они располагаются в пригороде. Это 11 наделов на улицах Находкинской, Высотной, Гражданской, Главной, Тернейской и Земляничной. На сегодня в Владивостоке землю получили уже 1426 многодетных семей. Земля семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток. От таких позитивных новостей городу хочется просто гимны слагать, чем и занялись некоторые горожане. Напомню, городские власти проводят конкурс на главное музыкальное произведение о Владивостоке. На первом этапе было 19 песен, но спецкомиссия, куда вошли представители творческого сообщества и общественные деятели города, оставила только шесть. Теперь очередной этап конкурса. Оценить варианты гимна должны уже горожане. Сейчас Инна Щедрова расскажет, как поучаствовать в выборе. В городе уже подвели итоги конкурса на музыкальное произведение, которое может стать гимном Владивостока. В общей сложности энтузиасты прислали 19 работ. Одна даже не из Владивостока. Гимн города должен быть народным. Это то произведение, которое люди должны принять, понять и с удовольствием исполнять в будущем. Поэтому, конечно, здесь мы постарались отойти от профессионального написания какого-то музыкального произведения. Хотя, скажу сразу, что многие произведения были написаны на достаточно высоком уровне и с поэтической точки зрения, и с музыкальной точки зрения. И несмотря на то, что создателем гимна смог стать каждый желающий, к работе предъявляли достаточно строгие требования. Высокий поэтический уровень, рифма, ритм и благозвучность. И, конечно, рассказывать о достояниях города. При этом не только вспоминать прошлое, но и обязательно говорить о славном будущем города у моря. Среди участников люди разных профессий и возрастов. Есть профессиональные музыканты, писатели, поэты, священнослужители. Владимир пишет стихи уже много лет. Сам исполняет песни и творчество считает неотъемлемой частью своей жизни. Всегда найдет работу надежный экипаж. Не зря проспект Центральный зовется Океанским. Ведь океаном дышит город наш. Конечно, мы связаны с городом. Открываешь окно, и вот оно солнце красное. Вот она энергетика, которая позволяет автору получать колоссальный сгусток энергии. И потом, пропустив его, через призму своей души выкладывает на белый листок бумаги безоглядно. Потому что Бог дал такое сказочное, замечательное место, как город Владивосток. Люди разных профессий собрались и в жюри. Работы горожан внимательно прослушивали поэты, музыканты, композиторы и депутаты. Свой вердикт они вынесли вместе. Все-таки мы пришли к выводу, что произведение, которое могло бы стать гимном города Владивостока, К сожалению, мы не увидели, не поступило к нам. Там были песни. Хорошие песни, интересные песни, красивые песни, красные песни о нашем городе. Но гимна там не было. Участники экспертной группы не исключают того, что конкурс придется устраивать заново. Потому как не хотят узаконить куплеты и мотив только потому, что пришлось выбрать лишь из того, что есть. Несмотря на то, что ни один из вариантов так и не стал гимном Владивостока, тем не менее, те материалы, которые присылали горожане, не пропадут. Они будут звучать на городских мероприятиях и праздниках. А в администрации до сих пор идет голосование, только теперь не за конкретные варианты. Власти обращаются к горожанам, чтобы узнать, каким в идеале должен быть гимн Владивостока. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на восьмом. И к новостям спорта. Баскетболисты Спартака Приморья в первом матче выездной серии уступили Рязани, а Луч Энергия на своем поле не смог одолеть Тюмень. Старт весенней части первенства ФНЛ начался с ничьи. Подробностями готовы поделиться наш спортивный обозреватель Марьяна Симоненко. Самое продолжительное выездное турне сезона для игроков Спартака Приморья началось в Рязани, где красно-белые уступили 77-86. Подопечные Тимакова взяли реванш за поражение в решающем матче за выход в финал четырех Кубка России, на котором наша команда сыграет 28 и 29 марта. В Рязани тренерский штаб Спартака столкнулся с кадровыми проблемами. На паркет по состоянию здоровья не вышли Герасименко и Самойленко. Первые две четверти встречи прошли в равной борьбе, а вот третью гости провалили. Игроки Рязани быстро ушли в отрыв и сохранили комфортное преимущество вплоть до завершения матча. Следующий соперник спартаковцев Московская Динамо. Матч состоится 17 марта. В стартовом матче весенней части первенства ФНЛ «Лученергия» дома принимал Тюмень. В первом тайме на поле полностью доминировали гости, показав мобильный агрессивный футбол с высоким прессингом, создав при этом несколько опасных моментов. Однако Александр Довня спасал ворота хозяев. Во втором тайме команды поменялись ролями, и на радость болельщиков «Желто-синие» открыли счет. На 47-й минуте после передачи Александра Павленко Мязин вышел 1 на 1 с вратарем и не оставил тому шансов 1-0. После этого у «Луча» было как минимум три голевых момента, но воспользоваться ими игроки не смогли. А к середине второго тайма гости отодвинули игру от своих ворот. И на 86-й минуте проход Кулешова защитники «Луча энергии» прервали фолом. Тюмень выпустила на поле Анатолия Нежелева, который отправил мяч в ближнюю девятку. 1-1. Конечно, обидно пропустили с этого штрафного. Но я не хочу оправдываться. Конечно, большего ожидал от первого тайма. Но видел, общаясь с ребятами, и у самого первая игра в качестве главного тренера было волнение. Может быть, и через меня оно передалось ребятам, потому что вы все видели прекрасно первый тайм. Маленько они сосправились своими функциональными обязанностями. В перерыве поговорили в раздевалке, поправили кое-какие моменты, раскрепостились пацаны. Во втором тайме вы видели, что могли забить не один мяч, а два и три. Но очень обидно в концовке матча со штрафного пропускать гол. Следующую игру в рамках первенства ФНЛ «Луча энергия» проведет 18 марта в Новосибирске против Сибири. А 22 марта подопечный Александр Ушахин встретится дома с Ярославским шейником. Марина Симоненко, новости спорта на восьмом. Ну и напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Крупный пожар в Владивостоке, выгорел склад автозапчастей. Пожарные приехали на место уже через пять минут после того, как о пламени стало известно. Люди в этом ЧП не пострадали еще до приезда специалистов. Сотрудники эвакуировались. Главное, чего боялись пожарные – взрыв. На складских полках хранился огромный ассортимент горюче-смазочных материалов. Обошлось. От мошенников Сбербанки пострадали уже больше трехсот владивостокцев. Сегодня представители финансового учреждения рассказали о беспрецедентном воровстве. Сбербанк готов восстановить справедливость и возвращает вкладчикам деньги. Уже 269 человек их получили. Жители дома на Партизанском проспекте уже полгода конфликтуют с рестораном, который разместился на первом этаже. Заведение работает до глубокой ночи. Обитатели дома жалуются на шум и гарь. Утверждают, что навес, под которым жарится мясо, рестораторы поставили незаконно. Жалобой на самоуправство жильцы не раз обращались и в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Все закончилось административным разбирательством. Но каждый раз, заплатив штраф, ресторан продолжает работать. Городские власти подводят конкурс на главное музыкальное произведение Владивостоки. На первом этапе было 19 песен. Но спецкомиссия, куда вошли представители творческого сообщества и общественные деятели города, оставила только шесть. Теперь очередной этап конкурса. Оценить варианты гимна должны горожане. Где хранят деньги приморцы? Доверяют ли они банкоматам? Узнаем мнение народа. Сейчас стоп-голосование. Итак, результаты опроса к этому часу вы сейчас видите на экране. И они позитивные. Хотя бы потому, что у стольких людей есть что хранить. А где? Это уже подробности. Это все уже произошло. Есть что добавить. Пишите на страничках 8 канала во всех социальных сетях. Ну или звоните по телефону 249-88-12. И уже завтра вы сами можете стать автором новостей. Есть о чем рассказать всему городу. Мы обязательно поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Сейчас подробный прогноз погоды. А я, Евгений Петергера, с вами прощаюсь. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok